Иднис, Чехия, самогон из хрена и невероятная история. Бесподобное русское окно в Азию. Ради коровец. Иднис.цз, Чехия. 9 марта 2019 года. Всем известно окно в Европу, это Санкт-Петербург. Но знаете ли вы, что его основатель Петр Великий выстроил еще один большой город, который в свое время звался окном в Азию? Наверное, большинство из тех, кто приехал в Екатеринбург, направится первым делом к храму на крови во имя всех святых. Православной церкви одновременно мемориалу в память о событиях, которые печально прославили этот город на весь мир. Храм стоит на месте так называемого Ипатьевского дома, в подвале которого в июле 1918 года большевики убили последнего русского царя Николая II и всю его семью, включая детей. Этот дом простоял до 1977 года, когда его снос поручили главе местной коммунистической организации Борису Ельцину, будущему первому российскому демократическому президенту. Не кажется ли вам это парадоксальным? Мне, да, как и то, что улицы в окрестностях этого места, где большевики совершили массовые убийства, до сих пор называются в честь коммунистических деятелей, в том числе в честь Карла Липкнехта, Клары Цеткина и Феликса Дзержинского. Там разрешено фотографировать, но в рамках разумного. Нельзя нарушать благоговейные атмосферы этого места. За ней следят, в том числе, благообразные пенсионеры, которые без колебания дернут вас, если им что-то не понравится. Одна из версий, объясняющих эту казнь, непосредственно связана с чешской историей. Наши легионеры, которые в тот момент подступали к городу, якобы заставили большевиков поскорее решить, как поступить с царской семьей. Ведь действительно существовала угроза, что легионеры возьмут город и освободят пленников. Из-за нестабильной обстановки перевозить их было невозможно. Так считают некоторые историки. Так или иначе, но факт в том, что убийство было совершенно, а легионеры, понеся большие потери, взяли город через неделю. Почти 400 наших солдат захоронены на Екатеринбургском Михайловском кладбище, где с 2008 года стоит солидный и ухоженный памятник. Я бы очень порекомендовал посмотреть его всем тем, кто интересуется чешской историей. Но и здесь сталкиваешься с историческими парадоксами, поскольку памятник буквально окружен могилами бывших врагов, красноармейцев. Только звезды на них медленно, но верно зарастают крапивой и сорняками. Если вы будете возвращаться в центр города пешком и вам еще не надоест осматривать мемориалы в память о жутких событиях прошлого, то я рекомендую взглянуть на памятник Черный тюльпан. Это величественная и внушительная инсталляция, в которой доминирует почти пятиметровая скульптура измужденного и психически надломленного солдата. Памятник посвящен русским жертвам войн в Афганистане и Чечне. Это место производит большое впечатление и внушает почтение к павшим. Для России это нетипичный памятник, который резко контрастирует с помпезными героическими скульптурами, посвященными Второй мировой войне. Но давайте не будем ограничиваться только печальными напоминаниями. Несомненно, стоит отметить, что в Екатеринбурге найдется масса интересных вещей, например, любители архитектуры, современного искусства и стрит-арта точно придут в восторг. Им понравится инсталляция в виде самолета на крыше Дома обороны, а также памятник клавиатуре, которая благодаря коммуникациям связывает Европу с Азией. Наиболее заметный след на улицах города оставил советский конструктивизм 20-30-х годов. Одно из зданий в этом стиле – Дом обороны, я уже упомянул. Стиль социализма конца 40-х и начала 50-х воплощает местная мэрия, а стальной купол, который возвышается над зданием цирка, вмещающего 2600 зрителей, напоминает о 80-х. Поклонникам современной архитектуры я очень рекомендую два места. Во-первых, это станция метро Ботаническая. Дух захватывает при взгляде на ее потолок, выполненный в виде пчелиных сот. Во-вторых, я рекомендую взглянуть на 188-метровый небоскреп, названный в честь русского барда Высоцкий. Можно попасть на самые верхние этажи здания, где находится смотровая площадка, а также ресторан. Благодаря низкому курсу рубля там можно прекрасно отдохнуть и наесться по приемлемым ценам. Великолепный вид на город только улучшит впечатление. Вскоре после окончания чемпионата мира по футболу летом 2018 года отсюда еще можно было увидеть местный стадион, который для нужд чемпионата, так сказать, подкорректировали. Чтобы увеличить его вместимость, с двух коротких сторон за воротами добавили мобильные некрытые трибуны. Совершенно инновационное решение в русском стиле. Но если ваши желудки запросят не континентального меню из небоскреба, а настоящей русской кухни, которую подают в более безопасном месте ближе к поверхности земли, то без раздумий отправляйтесь в заведение подкова. Оно находится в самом центре в старинном доме, который раньше использовался в самых разных целях, от религиозных до научных. Там вы сможете отведать, к примеру, соленых рыжиков со сметаной и луком, а также блинов сикрой. А это по-настоящему вкусно. В основном меню каждый сможет выбрать что-то для себя. И тот, кто любит мясо, и тот, кто придерживается вегетарианства, для России выбор тут необычайно велик. Из салатов можно попробовать, например, селедку под шубой. Это такой соленый пирог из слоев рыбы, свеклы и других овощей и майонеза. Хотя звучит это очень странно. На вкус – отлично. А поскольку уже и в России популярность приобрели мини-пивоварни, вы можете попробовать местное нефильтрованное пиво подковы или три сорта с фруктовыми вкусами из Санкт-Петербурга. Если же вам захочется разбавить еду чем-нибудь покрепче, то решитесь, к примеру, на самогонку с хреном. Я вам гарантирую, что он поставит отличную финальную точку на визите в окно в Азию, о котором будет не так-то просто забыть. Екатеринбург поразит вас во всем, и вы еще долго будете его вспоминать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.